Врач скорой помощи медленно помялся из-за стола и протянул матери рецепт. Ну вот, голубушка, лечите ребенка. В аптеку прямо сейчас, безо всякого помедведя. И мой вам совет. Хотите быстро сбить температуру, дайте ребенку свежего голубиного бульона. Выздоравливайте. Мать несколько минут вызванивала кого-то по телефону, затем достала из кошелька два рубля и протянула мне деньги. Держи. На южном поселке дядя Жора голубятника знаешь? Давай к нему живо. Пусть выберет птицу по крупнее. И не вздумай, говори, что для бульона берешь. Когда я подошел к красивой голубятни, дядя Жора был там. Твоя ли мать, Джинки, моя звонила? Моя, дядя Жора. Здравствуйте. Здоров. Вот скажи мне, малец, зачем был голубь по нынному зону? Писать. Посадим в клетку. Любоваться будем, соврал я. Какая клетка, пацан? Это же голубь. Это птица мира. Она в сто раз преданет человека. Она в доску расшибется, но вернется к родным берегам. Ты это понимаешь? Короче, два рубля на бочку и еще. Обидите птицу, устроя врал на судне. Взяв у меня две рублевые купюры, он полез на голубяйку. И через пять минут аккуратно вложил в меня ладони красивую белую птицу. Держи. Я оттянул город в футболке, а аккуратно опустил туда птицу. И быстрым шагом направился домой. Голубь словно почувствовал, что он напрячен. И жить ему осталось каких-то полчаса. Его робкое сердце вдруг заколотилось так, что я отчетливо ощущал его удар из своей грудной клетки. Одновременно, словно сопереживая, сильнее изъявилось и мое собственное сердце. Когда до нашей девятиэтажки оставалось две минуты ходу, наши сердца стучались с такой силой, что мне казалось, грудная клетка, которая ходила под дном, не выдержит. И вот-вот разорвется. Мальчик ждала мне на глухоне второго этажа. Принес? Я молча кинул. Вынул птицу из-за пазухи, показал мне. И подумал. Что когда мне будет варить брату бульон, я не смогу находиться дома. Мать скинула за руку нож. Держи. Сам справишься? Я снова кинул. Не произнося ни слов. Я был уверен, что голубь понимает, что наступает последняя секунда его жизни, потому что он мелко вздрагивал и шипел с каким-то странным присписям. Прости, брат сильно болен, я не могу тебя отпустить. Мысленно произносил эти фразы. Я, 14-летний мальчишка, надеялся на то, что голубь услышит, поймет и простит мне свою гибель. Я поднес кезвия к его голову и зажал рукоять ножа с железной хваткой, чтобы потрубить голову в то ли секунды и не дать птице мучиться. Голубь замер. Я поднял глаза на свой этаж и увидел, как у матери по щеке катится еле заметная слезенька. Она все поняла и еле заметно кивынула. Я вытянув руку прямо перед собой ржал дрожащей пальцей. Голубь взлетел не сразу. Осознав, что жив, он унесся в голубое небо. Я говорю, не могу, что закрыл лицо руками и разрыдался. К шести температуру брата опустилась. Говорят, что душу людей после смерти превращаются в птицы. Если это так, интересно, чья душа жила в этом, в левом голубе? Спасибо. Спасибо. Спасибо.